По новым ценам наш обед с 500 тенге должен был вырасти в 13,5 раз. Это 6500 тенге. Ни один государственный служащий не может выложить ежедневно из своего кармана такую сумму. Если раньше мы платили 350 тысяч тенге в год, то на сегодняшний день нам пересчитали, и мы должны были платить ежемесячно по 450 тысяч тенге. Другого выхода у меня нет. Я закрыла свой бизнес. В этой сфере деятельности, я думаю, что продолжать больше не буду работать. Но я хотела бы со своими коллегами, кто будет здесь дальше выступать, добиться того, чтобы нас услышали, нас поняли и, я думаю, вошли в наше положение и все-таки снизили арендную плату. Потому что таких людей по городу Алматы достаточно много. За каждым стоит семья, работники, и у каждого работника своя семья. Сейчас вот столкнулись с такой проблемой, вышел указ, который, значит, с марта по июнь у нас в 10 раз выросла цена аренды. Соответственно, нам тяжело. Это я не только от себя говорю, от всех арендаторов школ. Эту сумму мы сейчас вот не можем собрать. Родители, конечно, дают по 200, по 300 тенге. У школы у нас, значит, своя специфика. У нас существуют каникулы и аренда залов. Нам, конечно, пошли навстречу, убрали каникулы. Мы сейчас не платим каникулы. И аренду залов убрали. Это тоже почти половина суммы. На данный момент у нас составляет аренда, грубо говоря, взять мою школу, ну, 100 тысяч, грубо говоря, плюс-минус. И теперь этот долг висит на нас и висит пеня. Миллион 200 у меня, по-моему, висит. Я все-таки надеюсь, что нашу проблему рассмотрят и примут решение.